Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с гостями мероприятия. Юрий, расскажите, пожалуйста, про цели присутствия на мероприятии. Добрый день. Я сегодня на мероприятии выступал модератором круглого стола по теме кадровая перезагрузка ритейла. Плеханский университет как первый экономический вуз, первый, главное, торговый вуз России. Мы уже 112 лет готовим специалистов для торговли, коммерсантов. Инициировали этот круглый стол. Министерство промышленности и торговли нас поддержало. И мы встретились с ключевыми игроками ритейла для того, чтобы обсудить, с чему мы учим, какие компетенции они ждут от наших студентов, почему это, к сожалению, не совпадает во многих местах. И, кроме того, обсудить вопросы профессиональных стандартов в сфере ритейла, которые, к сожалению, до настоящего времени вообще толком не разработаны ни одного. И даже в классификаторе профстандартов ритейла нет. Хотя есть укропленные группы, где там торговля через запятую, но ритейла там нет. В общем, мы будем выходить на совет по национальным квалификациям с тем, чтобы все это сделать нормально и удобно для ритейла, для образования, чтобы здесь был какой-то синергизм. Как-то так. В общем, очень полезное мероприятие. А расскажите, вот сложно вообще находить новые кадры, подготавливать их, чтобы они потом сами самостоятельно начинали работать? Вы знаете, нам как университета подготавливать, конечно, просто, потому что все-таки мы крупный университет, у нас конвейер, для нас это такая рутинная весьма работа. Вопрос, что получается на выходе. Вот у нас сейчас есть очень крупный проект с холдингом X5 Retail Group, с компанией «Перекресток». Мы работаем по программе «Рулмейкерс», когда студенты нашего выпускного четвертого курса на последнем году обучения проходят одновременно стажировку в «Перекрестке». И «Перекресток» обеспечивает их практическими навыками, и они получают даже от документов образования отдельное свидетельство о повышении квалификации в «Перекрестке». И те, кто успешно защитили выпускной проект и сдали экзамен в «Перекрестке», получают джип-офер на должность заместителя директора магазина. Проблема состоит в том, что, к сожалению, те учебные программы, которые есть, они не успевают меняться под нужды ритейла, потому что ритейл – очень динамичная среда, и там постоянно происходят изменения под одно, под другое. Сегодня обсуждали какие тренды, столько новых трендов, а учесть это так быстро, к сожалению, не получается. Поэтому подготовить специалиста такого, чтобы мы его выпустили, он тут же сел и работал, как в Советском Союзе по распределению, такого не бывает и не будет. Но наша задача максимально соответствовать тому, чтобы ритейлерам минимально доучивать ребят приходилось. Мы стараемся, пока что-то начинает получаться сейчас уже. Вот такое будущее ритейла. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.